В Узбекистане стартовали продажи кроссовера Chevrolet Tracker, одноклассников Hyundai Creta и Renault Captura. Новинку отличает высокая, около 50%, степень локализации, а также баснословные инвестиции на уровне полумиллиарда долларов. Цены тоже оказались впечатляющими. В базовой версии паркетник готовы отдавать за неполный миллион рублей. Но это в теории. На практике делать начальные комплектации завод УЗАутомоторс даже не начинал. Потенциальным покупателям рекомендуют оставить письменные обращения. И если таковых наберётся достаточное количество, высоке соберут партию голых SUV. А пока предприятие штампует лишь хорошо упакованные автомобили. К слову, в самом дорогом исполнении машина будет стоить 1 миллион 400 тысяч в пересчёте на рубли. Такой трекер имеет диодную оптику, климат-контроль, панорамную крышу, систему автоторможения и многое другое. Заманчиво, не правда ли? Все кроссоверы оснащаются 130-сильными турботройками и 6-диапазонными автоматами. Притом двигатель также получил узбекскую прописку, на что пришлось потратить 200 миллионов долларов. Напомним, что до сих пор трекеры поставлялись в Узбекистан из Китая. К сожалению, увидеть детище среднеазиатского автопрома на российских дорогах мы, скорее всего, не сможем. Ведь General Motors ввёл строжайший эмбарго на любые поставки машин на территорию нашей страны. Нарушение запрета грозит государственному заводу УЗА УТО МОТОРС самыми серьёзными санкциями, включая блокировку конвейеров. Следом за трекером планируется освоиться платформенный седан Onyx. И ради него руководство УЗА УТО МОТОРС приняло решение свернуть выпуск своих главных бестселлеров – «Спарка» и «Нексии», прекрасно знакомых россиянам. В Узбекистане новость вызвала самое настоящее негодование со стороны тамошних автомобилистов. Все дилерские запасы уходящих на покой моделей оказались мгновенно раскуплены. Более того, руководству компании пришлось спешно возвращать на внутренний рынок машины, ранее отправленные на экспорт. И даже этот дополнительный тираж нашёл своих владельцев буквально за считанные часы. Между тем, в Узбекистане вдобавок решила обосноваться китайская BYD Auto, готовая выпускать там свои автомобили по методу полного цикла. В будущем намечено производство двигателей, электродвигателей и аккумуляторов. Для BYD проект станет фактически первым опытом зарубежной экспансии. А местным партнёром поднебесного автопроизводителя станет та самая УЗА УЗА УТО МОТОРС, который нынче рулит БУ Инги Андерсон, прежде руководивший нашими ГАЗом и ВАЗом.